Девять сотрудников представляют отцов в Ленске, принимают кадровые и бухгалтерские документы, знакомят с приказами, выполняя другие функции, которые нельзя организовать удаленно. Ежедневно в отделе до 45 посетителей. Чаще всего обращаются у нас по заявкам, справки, трудовые книжки, больничные листы, авансовые отчеты сдают очень много. Вот сейчас у нас переход на электронные трудовые книжки, вот очень много заявлений принимаем. Отцов в Ленске работает с начала года. Кроме подразделений Алмаздор Транса обслуживают ленские отделения МУАДа и ОМТС. Это 1200 человек. Сами сотрудники к обновленной структуре привыкали недолго. Задачи знакомы, но организованы по-новому. Применяется сервисный подход и новые IT-программы. У нас появились новые программы, которым нам пришлось обучаться. Конечно, и сотрудникам пришлось привыкать к некоторым новшествам. Но мы, я думаю, уже прошли такой первый самый трудный этап становления. И сейчас мы уже выходим на такую плановую работу. Новая и для сотрудников центра обслуживания, и для пользователей возможность обратиться за нужной справкой несколькими способами. Не обязательно ехать в центр лично. Можно оставить заявку на портале, можно в терминале самообслуживания. Можно позвонить. На предприятиях говорят, это удобно. Ну, как оперативнее вроде. Я обратилась, и у меня через 2-3 дня уже было готово все. Единственное, что недостаток немножко, тяжеловато дозвониться. Ну, первый раз я звонила долго, не могла связаться. А второй раз вообще без проблем. Такие моменты при переходе в отцу переживают все подразделения. В Мирном 36 подразделений Алроса работают с центром обслуживания уже год. Первоначальные трудности закономерны. Все, кто переходят в отцу, на первом этапе им сложно. И они, конечно, переживают первый такой вот переходный период. И там, по нашей оценке, он длится как минимум месяц-два, пока структурное подразделение уже поймет, как работать с отцом, каковы правила взаимодействия. В Ленском оперативном отделе к лету ждут увеличения клиентской базы. Сотрудники будут вести бухгалтерский учет детской оздоровительной базы «Алмаз». Олеся Васева, Ивана Филиппова, Анатолий Гуськов. Телеканал «Алмазный край». До встречи! Продолжение следует...